Я смотрю новости в Украине, и некоторые новости я могу сразу комментировать, а некоторые я не могу вообще комментировать. Сейчас вот вы все узнали, мы все узнали про смерть двух детей, да? Девочки и мальчика, 8-9 лет, или 8-10 лет. Это одна семья погибла, 7-месячный малыш с мамой, и у этой же мамы были дети 8-10 лет. Еще был сын старший, и он был у бабушки, он остался жив. И знаете, когда вот внутри горе, и нельзя вынуть, нельзя как бы прокомментировать. То же самое, я хожу и думаю, что сказать, что сказать про этих детей. Пока их не могли найти, я все думала, что они лежат вот в такой погоде, но я не знаю, какая погода в Одессе. И у нас, в принципе, тепло лежать под цементом, под раздавленным, вот в такой погоде, без помощи, да, без просто ласкового слова, без мамы. Я не знаю, как, 8-10 лет. Я не знаю последних мыслей, я не знаю, были ли они убиты разом, либо они не были убиты разом, и они слышали, как кричал ребенок, или как стонала мама. Я не знаю. Я только знаю, что русским не больно. Украина страдает страшно. Она страдает от того, что умирают ее дети. Это страшное горе, которое... Ну, у меня двое детей. Мои двое детей. Вы понимаете, что без них в моей жизни нет. Это как из мамы. Я на днях видела в Херсоне, в 22-м году были убиты люди, и там подошли к человеку. В него был, попала, ракет, осколок пробил тело, и из тела выскочил просто огромный кусок. То есть человек, считай, был без тела. Вот все внутри выскочило. Вот это и есть мать без ребенка. И в Украине именно сейчас гибнут дети. Боже мой, они родились во время войны, понимаете? Они были дети войны, и они погибли во время войны. Понимаете, это жесть. Вы убиваете украинских военных, и вы убиваете их детей. Вот этот мужчина, который воюет, у него женка погибла, у него его ребенок погиб, и погибли его, как бы сказать, усыновленные дети. Вся семья погибла. Это же как можно воевать? Что вы от него ожидаете? Вот как он должен воевать? Или как он должен сдаваться? Вот у него погибла вся семья. Под цементом. Под цементом лежала его жена. Под цементом. С ребенком. Под цементом. Дети под цементом лежали. Как он должен воевать? Скажите, какого Зеленского он слушает? Вы понимаете, что Зеленский слушает его, а не он Зеленского? Именно этот мужчина, который сейчас потерял жену, это и есть голос Украины. Потерять маленьких детей от прилета, ракеты, которые запустили вы? Вы? Субтитры делал DimaTorzok перенесены. Субтитры делал DimaTorzok